МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Олег Николаев. Олег Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Насколько я поняла, вы начали серию тематических интервью в республиканских средствах массовой информации. Накануне с нашими коллегами с гостелерадиокомпанией Чуваши вы обсуждали перспективы и задачи развития экономики в республике. Сегодня у нас тема перспективы развития малого и среднего бизнеса в Чувашии. Насколько я помню, еще запланировано несколько тем для прямых линий в газетах советской Чувашии о грани, чем обусловлено такое внимание к СМИ. Ну, тут, наверное, надо исходить из того, что у нас, во-первых, средства массовой информации, ну, как бы является деформальной четвертой вещью власти. Это первое. Но, помимо этого, конечно же, средства массовой информации, это главное, это, конечно, канал коммуникации. Канал коммуникации с населением, канал коммуникации с обществом. И возможность, ну, отвечая на ваши вопросы, донести, наверное, видение и планы на то, как мы собираемся работать, какие планы вынашиваем, и самое главное, чего мы хотим достичь в итоге реализации этих планов. Ну, тогда давайте приступим сразу же. Конечно. Буквально в первые же дни после вашего вступления в должность вы провели ряд встреч и в числе первых с предпринимательским сообществом. Вот такое внимание означает, что у вас есть определенные ожидания от бизнеса или уже готовы какие-то определенные поручения для него? Ну, на самом деле, и то, и другое. Конечно, есть ожидания, есть просьбы, потому что поручение, наверное, слишком громко будет сказано, потому что у нас прямой подчиненности на сегодняшний день бизнеса и власти отсутствует. Наверное, слово вот это лучше всего подходит. Но ожидания очень большие, потому что очевидно, что развитие экономики в целом зависит от предпринимательской активности. И об этом говорит президент в своих посланиях, выступлениях. Если мы их проштудируем, то там четко прослеживается, что именно предпринимательская активность является основой обеспечения прорывного роста экономики. А сам прорывный рост экономики является фундаментальной базой решения всех социальных задач как страны, так и нашей Чувашской республики. Очевидно, для того, чтобы обеспечить саму предпринимательскую активность, мы должны поговорить с самими предпринимателями, чего они хотят, понять, чего им нужно. И через вот это взаимное общение надо выработать, наверное, четкий план действий. Для того, чтобы, с одной стороны, активизировать эту предпринимательскую активность, с другой стороны, вот эту активизацию уже превратить в конкретные проекты. Большие, маленькие, мелкие. Но главная цель, чтобы люди были заняты, чтобы люди, работая, получали достойную заработную плату. Ну и если мы этого добьемся, мы решим самую главную задачу – это повышение доходов населения Чувашской республики. И чтобы предприниматели не боялись рисковать? Конечно. Смелее брались за какие-то новые проекты? Конечно. Ровно это. Несколько лет Чувашия держится в первые двадцатке национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Между тем, в самом регионе инвестиционная активность снижается и достаточно заметно. Как вы считаете, чем вызвано это противоречие? И что необходимо предпринять в первую очередь, чтобы ситуацию как-то выровнять? Вот ровно вот это противоречие в том числе и продиктовало мои встречи с предпринимательским сообществом, чтобы понять, вы совершенно правы, если взять так называемые верховые показатели, у нас Чувашская республика традиционно занимает достаточно высокие места. То есть это такие показатели, как география, экология, трудовые ресурсы, уровень преступности и ряд других факторов, которые оцениваются от, скажем так, любой регион с точки зрения неких макроданных. И вот по этим данным у Чувашской республики достаточно все в порядке. И, понятно, любой инвестор, даже любая серьезная крупная консалтинговая компания, когда анализирует эти макроданные, в Чувашию ставит число регионов достаточно с высокой привлекательностью с точки зрения реализации в том числе крупных инвестиционных проектов. Дальше, естественно, идет более глубокая работа. То есть тот или инвестор приезжает в регион, смотрит, как все это организовано, как работает местная власть, как взаимодействует с инвесторами. И я так понимаю, вот этот вот разрыв и дисбаланс произошел ровно из-за этого, что, к сожалению, региональные власти не совсем, скажем так, системно организовали работу инвестиционного процесса. И, к сожалению, за последние шесть лет инвестиции последовательно падали в экономику Чувашской республики, как результат, ну, скажем так, серьезной стагнации экономики, как результат существенного сокращения рабочих мест, ну и ряд других факторов, которые из этого вытекают. Что надо делать для того, чтобы эту ситуацию переломить, скажем так? Ну, прежде всего, это, конечно же, вот то, чем мы уже занялись. Пообщаться с предпринимателями, понять и почувствовать их ожидания, ну и, конечно же, выстроить взаимодействие. И здесь мы эту работу уже начали, в том числе через создание Высшего экономического совета, через взаимодействие с крупным бизнесом мы тем самым создаем условия для развития малого и среднего предпринимательства. Первое. Второе из таких вот крупных пластов, это, конечно же, анализ, значит, инвестиционных возможностей каждого муниципального образования, который в итоге превращается в общий инвестиционный потенциал Чувашской республики. Этим мы сейчас занимаемся, и эту работу тоже надо заканчивать в максимально кратчайшие сроки. Если говорить о сроках сразу же, то мы себе поставили задачу ко дню республики представить цельный план. Очевидно, этот план, он не создается заново. Он, то есть, работа организуется таким образом, через анализ существующих стратегий, существующих планов и их коррекцию, исходя из тех задач и ожидания бизнеса. Вот, в общем, если коротко сказать, примерно вот по таким принципам мы будем организовывать и уже организовывали частично работу, и задача выйти как раз на такой, скажем, с одной стороны системный план, с другой стороны понятный для бизнеса. И еще один момент, который должен существенно изменить ситуацию, мы, значит, запустили формирование образа будущего, пока на пять лет. То есть, все муниципальные образования на сегодняшний день заняты этим процессом. То есть, образ будущего, что должны мы увидеть в каждой муниципалитете через пять лет. А это в том числе объекты социального сегмента, объекты здравоохранения, объекты образования, объекты дорожной сети, объекты коммунальной сети. И таким образом мы достигаем несколько вещей. Первое. Мы вот через этот перечень объектов будем формировать вот перечень конкретных проектов, уже разработанных проектов, готовых к реализации. Очевидно, этот перечень проектов мы будем разработать централизованно, за счет чего будем развивать сами технологии. То есть, уже бизнес в этой части мы будем подтягивать. Дальше, как только мы сформируем этот образ будущего, мы автоматически показываем бизнесу, как местному, так и внешнему, о том, какая инфраструктура будет в том или ином муниципалитете. И здесь есть сразу несколько версий развития событий. Первое. Очевидно, в рамках государственного частного партнерства мы будем всегда рады, если бизнес будет участвовать в реализации этих проектов. Второе. Понимая, что будет реализовано в том или ином муниципалитете, а это инфраструктурные возможности для развития конкретных бизнес-проектов, ожидаем, что бизнес пойдет в различные муниципалитеты со своими проектами, переработкой сельхозпродукции, созданием новых рабочих мест и так далее. В том числе, конечно же, ожидаем, что это все будет сопровождаться серьезными научными обоснованиями. Для этого и науку мы потягиваем, и намерены создать так называемые научно-технические центры, которые сейчас очень активно поддерживаются правительством Российской Федерации. И вот эти все подходы, я думаю, если мы их организуем с одной стороны динамично, с другой стороны сообща и системно, могут дать буквально в течение короткого времени, это примерно год, уже такое оживление в предпринимательском сегменте. И я уверен, это отдаст нам возможность переломить вот этот негативный тренд. Кстати, как Вы оцениваете состояние самочувствия малого и среднего бизнеса, предпринимательства в республике? Вот в чем его сильные стороны и какие трудности он испытывает именно в данный момент? Вот, допустим, взять по десятибальной шкале, если… Знаете, вообще российский предприниматель – это такое очень интересное явление. Потому что, во-первых, история предпринимательства относительно других стран – это достаточно короткий период. Это вот, если даже начать с начала 90-х годов, это примерно 30 лет. Но мы прекрасно понимаем, сразу же с 90-х лет массовое предпринимательство не началось, оно началось где-то с конца 90-х годов. Поэтому история, вот она чуть-чуть даже короче. Но при этом российская предпринимательство уже пережило как минимум три волны таких вот серьезных трансформаций, я бы так сказал. 90-е годы – это такое бурное развитие. Это в начале 2000-х годов серьезная реорганизация бизнесов. И вот сейчас идет очередная, которая связана в том числе с переходом так называемой на новый технологический уклад. И очевидно, в связи с этим, с одной стороны, предпринимателю необходимо серьезно уже технологизироваться, то есть подойти очень технологично и соответствующим образом организовать свой бизнес. С другой стороны, есть такой момент, как говорит наука, вот все те былые достижения, они обнуляются, и вот в связи с цифровизацией, с переходом на новый технологический уклад и отстающие, и периодовики начинают практически с нуля. Ну, в таких высокотехнологичных оснастях, конечно, этот процесс идет. Поэтому в связи с этим трудности, они примерно те же самые, что были и на начале. То есть если мы их сгруппируем, сагрегируем, это имущественные проблемы, это административные вопросы, это финансовые вопросы. То есть в целом это будет то же самое, потому что процессы надо организовывать то же самое, только масштабы чуть-чуть другие, и, может быть, какие-то организационные вопросы. И поэтому здесь надо говорить о том, что предприниматель, он всегда настроен на такое созидание. И вот наша задача, я считаю, что мы должны максимально, наверное, активизировать тех людей, которые вообще имеют вот этот предпринимательский склад. А их не так много на самом деле. Различные исследования говорят по-разному. Если в таких развитых странах люди с предпринимательской активностью доходят до 30-40% в Сингапуре или в Японии, то в Российской Федерации, к сожалению, эта цифра однозначно меньше 10%. И, к сожалению, люди, которые вообще в итоге вступают вообще в предпринимательство, еще меньше 2-3% оцениваются в последние годы. Прошу прощения, перебью. Вот эту цифру, как сейчас помню, Игорь Владимирович Кустарин называл лет 15 назад. Именно. Не больше 10%. То есть за 15 лет ровно ничего не изменилось. Оно чуть-чуть ухудшилось. Даже? Чуть-чуть ухудшилось. И вот это та ситуация, с которой мы стартуем. Но она осознанна, она понята и соответствующим образом сформулирована в посланиях президента и в тех его поручениях и задачах, которые он сформулировал в рамках послания и указа номер 204. И здесь наша задача, воспользовавшись этими предоставляемыми возможностями, которые сейчас реализовывает правительство Российской Федерации по поручению президента, стартануть и занять те ниши, которые пока свободны. Те ниши, которые дают возможность реализовать такие высокотехнологичные, высокоэффективные предпринимательские проекты, в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса. И вот если мы себе поставим вот такую задачу и будем стремиться к этому, то у нас, конечно же, все будет получаться. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как себя чувствует предприниматель, ответ получился такой. Я считаю, что тот предприниматель, который занят предпринимательской деятельностью, в целом бодр духом. Но наша задача, чтобы таких людей было больше. Поэтому будем заниматься активно молодежью, подрастающим поколением, с тем, чтобы вот эти проценты, которые мы с вами назвали, через 2-3 года были не чуть-чуть, а с совершенно другими. Ну, хотя бы заметно изменилась бы ситуация. Олег Алексеевич, вот мы сейчас разговаривали о проектах, связанных с производственной сферой. Но, насколько я поняла, вы возлагаете на бизнес, и надежды, связанные с его участием в социальной жизни. Вот какие проекты вы готовы предложить? Совершенно различные проекты. Здесь мы готовы предложить и будем предлагать людям, которые будут иметь тот предпринимательский дух и настроение. И вот эти проекты, они, скорее всего, будут, скажем так, появляться во взаимодействии, прежде всего, с крупным бизнесом. То есть мы намерены очень плотно работать с крупным бизнесом с точки зрения выстраивания плана совместных действий. И очевидно, что крупный бизнес, развиваясь на современном этапе, многие вещи, в том числе социального характера, будет отдавать на аутсорсинг иным заказчикам. И вот здесь это как раз поле деятельности для малого и среднего бизнеса. Если говорить о государственном, муниципальном заказе, если так можно выразиться, Здесь, конечно же, мы тоже очень серьезно возлагаем на развитие в этой сфере предпринимательской активности. Все эти ожидания связаны, прежде всего, с тем, что буквально недавно был принят закон о социальном предпринимательстве. То есть закон принят, он пока, скажем так, раскручивается, принимаются соответствующие подзаконные акты и меры по реализации этого закона. И я надеюсь и уверен, что буквально в ближайшие годы получит вот этот процесс более мощное движение. Ну и, конечно же, мы в связи с этим должны быть готовы, готовы в плане подхватить вот эти все возможности и предложить людям реализовать себя, свои предпринимательские идеи, в том числе в секторе социального предпринимательства. Ну, кстати, вот сейчас существует такая аналитика, сколько, какая часть государственного и муниципального заказа приходится на малый и средний бизнес именно в сфере социальной? Ну, на самом деле, если говорить о долях такой статистики, а и аналитики на сегодняшний день его нету по нескольким причинам. Первое, как я уже сказал, закон недавно принят. Второе, в связи с тем, что вот такого понятия и практики не было, то есть и не было соответствующей фиксации каких-то данных. Третье, вот за последние 3-5 лет был процесс активной передачи социального заказа, прежде всего, некоммерческим организациям. И вот в этом сегменте есть какая-то статистика. И, в принципе, я думаю, что именно вот этот сегмент некоммерческих организаций, которые вот занят нишу социального заказа, они будут той базой развития социального предпринимательства. Это первое. Второе, сейчас есть такая практика, которая реализовывалась несколько лет в нескольких регионах, так называемый социальный контракт. Когда, значит, бюджет заключает контракт на реализацию каких-то вот проектов и выделяется соответствующие деньги. Это практически в форме гранта или субсидий. И с этого года в этот процесс вступила и Чувашская республика. Есть, соответственно, строчка бюджета Чувашской республики. И мы тоже этим активно сейчас будем заниматься и соответствующим образом нарабатывать и соответствующую статистику. Я думаю, что можно фиксировать такую статистику в конце этого года, в начале следующего. И мы увидим, ну, во-первых, некий такой первый срез вообще развития социального предпринимательства. Ну, и это будет, наверное, для нас таким точкой отчета и точкой отталкивания для того, чтобы вот этим уже заниматься системно, ну, и через реализацию государственной политики в этой сфере. Ну, вот, например, на вскидку, да, что вы готовы отдать на реализацию из социальных проектов как раз вот малому-среднему бизнесу? Допустим, уже на сегодняшний день, если говорить вообще, как бы, да, вот как успешной практики, так называемая, ну, вот раздельный сбор мусора, например, да. Это вот яркие примеры социального предпринимательства. И вот я знаю, есть несколько проектов в Чувашской республике, и буквально я сегодня проводил совещание по обращению теоретных коммунальных отходов, и там привели практику, что вот предприниматели, которые занимаются такого рода бизнесом, один проект, один предприниматель заплатил населению 16 миллионов рублей за тот, ну, мусор, назовем, да, который они сдали этому предпринимателю. То есть вот это такой вот очень хороший пример социального предпринимательства. Эти направления могут быть, на самом деле, совершенно разными. Это, допустим, там обслуживание социально незащищенных слоев населения, это производство каких-то видов, ну, товаров для такой категории населения, это организация, ну, там, я не знаю, там, какого-то процесса обслуживания быта вот социально незащищенных слоев населения. Ну, и ряд других, которые будут связаны с тем, что предприниматель, прежде всего, будет нацелен не на то, чтобы зарабатывать сверхприбыли, а на то, чтобы, прежде всего, удовлетворить насущные потребности простого человека и через это, ну, реализовывать вот себя как предпринимателя. Вы когда встречались с педагогическим сообществом на открытии детского сада в Новом Городе, вы как раз тоже упомянули о том, что готовы привлечь предпринимателей, частный бизнес в образовательную сферу. В каком виде? Ну, на сегодняшний день, насколько память мне не изменяет, 22 частных детских садика работают на территории Чувашской республики. Очевидно, потребность такого рода предприятий будет расти. То есть, чем больше мы будем развивать экономику, тем больше будет появляться так называемый средний класс. Очевидно, они будут готовы отправлять своих детей в такие небольшие детские сады, где будет такой индивидуальный график посещения их детей. Ну, вот это первое направление, например. А дальше это, может быть, специализированные детские образовательные учреждения, направленные на, допустим, социальные группы детей, прежде всего, для того, чтобы их программы были отдельно адаптированы для детей с ограниченными возможностями. Хотя на сегодняшний день, если взять мере, все больше набирает оборот так называемой инклюзивной формы организации вот такого рода предприятий. Поэтому и то, и другое будем развивать, но при этом вот эти сами подходы социального предпринимательства, они, конечно же, важны. – Олег Алексеевич, вот как временно исполняющий обязанности главы региона и как временно исполняющий обязанности председателя правительства Чувашия, что бы вы в первую очередь хотели бы поменять в отношениях власти и бизнеса? – Ну, это, прежде всего, наверное, доверие. Важно всегда доверие, когда есть доверительные отношения, есть соответствующая, может быть, возможность перетерпеть, возможность где-то поднатужиться и решить достаточно сложные задачи сообща. Поэтому здесь очень важно добиться очень доверительных, открытых отношений. Для этого надо общаться, разговаривать, вскрывать какие-то проблемные вопросы и находить и варианты их решения. То есть вот этими вещами мы уже занялись, и ровно об этом, на мой взгляд, мы сейчас с вами разговаривали. И дальше этот подход будем продолжать. Но самое главное здесь, чтобы вот это доверие укреплялось, нужны последовательные действия. Мы вот сейчас договорились о чем-то, дальше теперь надо это подтверждать, ждать действиями. Соответственно, я лично нацелен именно на такой подход в работе. Ну и буду настраивать всех своих министров и иных подчиненных вот на такую организацию работы во всех сферах, в том числе и из бизнеса. Можно ли говорить о каких-то дополнительных преференциях для бизнеса? Да, конечно, можно и нужно говорить. Если взять, допустим, сегмент сельского хозяйства, мы буквально внесли закон о внесении изменений в бюджет Чувашской республики на текущий год и плановый период, там мы предусмотрели существенную поддержку для предприятий, которые осуществляют свою деятельность в отрасли сельского хозяйства. Планируем к концу мая, к началу июня предложить предпринимателям так называемое инвестиционное послание. Это, возможно, будет впервые в Чувашской республике. То есть мы анонсируем все эти изменения в инвестиционное законодательство и налоговое законодательство Чувашской республики, которые поменяют с 1 января 2021 года уже условия ведения бизнеса, естественно, в рамках наших полномочий. То есть и эту практику мы намерены продолжать. И дальше, возможно, мы найдем еще какие-то посылы, которые необходимо давать предпринимательскому сообществу, с тем, чтобы у них, с одной стороны, сформировалось видение, какие условия их ожидают в будущем, с другой стороны, чтобы они таким образом, ну, скажем так, тоже предлагали себя власти, в том числе в рамках государственного частного партнерства, потому что власть, в целом народ Чувашия, сама Чувашия нуждается в таком сотрудничестве. И есть очень много проектов, которые нужны, в том числе в социальной сфере, о которой мы с вами очень плотно говорили, для того, чтобы нам просто изменить среду нашего обитания и улучшить качество жизни каждого человека. И вот еще один вопрос я просто хотела бы уточнить. Вы в начале нашего разговора упомянули о том, что муниципалитеты сейчас заняты, ну, скажем так, рисованием, да, образа будущего, формированием образа будущего. Будут ли предлагаться какие-то конкретные объекты для инвесторов? Или мы все-таки ждем только от них инициативы? Нет, мы сформируем перечень объектов. И если инвесторы будут готовы... То есть определенный заказ все-таки будет? Мы сформируем перечень объектов и разработаем проектно-сметную документацию. И если любой частный инвестор, частный бизнес будет готов включиться в реализацию того или иного проекта как на стадии разработки проектно-сметной документации, так и на стадии его реализации, мы будем только рады и благодарны. – А если он придется с вами и скажет, что я хочу вот здесь построить, например, ну, вот что-то такое? – Ну, конечно, конечно, конечно. Ну, допустим, может он предполагает там построить, ну, я не знаю, ну, допустим, частную школу, да, а мы там хотим построить садик. Очевидно, для его частной школы будет полезно, чтобы был рядом садик, и он хочет это выстроить, допустим, в едином, в комплексе. – Конечно, да, мы с удовольствием на это пойдем. И таких вариаций может быть множество. – Ну что ж, спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня о перспективах развития малого и среднего предпринимательства и его задачах мы беседовали с временно исполняющим обязанности главы Чувашской республики Олегом Николаевым. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин